Сила, ловкость и настрой на победу. Спортивно-культурный комплекс «Олимп Невиномысска» принимает мужские сборные по гонболу из Ставрополя и Санкт-Петербурга. Перед игрой команды «Динамо Виктор» и «Нева» активно разминаются, чтобы выложиться на все сто. Гимн прозвучал, спортсмены готовы, игра началась. С первых минут встречи обе команды энергично вступили в борьбу. Ведь на чемпионате России по гонболу слабым нет места. Здесь каждый балл на счету. Все 12 команд должны сыграть по 22 игры, которые проводятся по круговой системе в два круга. Одна игра дома, другая в гостях. Чтобы соревнования проходили успешно, спортсменам нужно постоянно тренироваться. Вообще у нас 10 тренировок в неделю, два выходных. Получается воскресенье полный выходной, четверг – это день восстановительный, сауна, массаж, активный отдых. Динамичная игра не оставила в зале равнодушных. Болельщики активно поддерживали родную команду «Динамо Виктор». Не остался в стороне и Вячеслав Меркурьевич. Сам он мастер спорта по гонболу. Теперь прививает страсть к этому виду спорта своей внучке, которая занимается в детской секции. Заядлый болельщик не пропускает ни одной игры любимой команды и отмечает хорошую подготовку спортсменов. Команда наша «Виктор» темповая, скоростная команда. Техническая сторона игроков хорошая и на высоком уровне. Мы болеем, конечно, за наш «Виктор», потому что это наше достояние, наша команда краевая. На протяжении двух периодов второго тура игра была напряженной и захватывающей. Команда «Динамо Виктор» после отставания в несколько мячей пыталась вырвать победу у питерской Невы. Накал страстей оказался нешуточным, а матч действительно зрелищным. В итоге клуб из Санкт-Петербурга сумел выиграть со счетом 21-27. Мы смогли воспользоваться ошибками команды Ставрополя и повести пять мячей в первом тайме. Если бы они не допустили эти ошибки, мы, наверное, бы не повели пять мячей. Второй тайм у нас уже получилось легче, потому что в зале жарко, и команда, когда проигрывает, им тяжелее играть, поэтому нам где-то повезло. Юлия Романова, Иван Датсинов, АТВ Ставрополь.